Вы знаете, в издательстве окончательная оценка будет, вероятно, вынесена несколько позже, пока оценку вынесли читатели. Вот эта книга входит в серию «От Руси к империи». Ну, там может быть около 20-30 авторов, которые написали книги, соответственно, исторические и так далее в этом отношении. Вот из этих книг, которые я опубликовал, одна книга, как раз по ранней русской истории, заняла первое место по числу продаж, а вторая заняла третье место, о котором мы сегодня будем говорить. Но она ведь только недавно вышла. Да, но она заняла третье место, уже вышла на третье место по числу продаж, и сейчас поэтому читатели уже проголосовали своим кошельком, своим рублем в пользу книги. Ну, среди 30, скажем, это, конечно, не тысяча, но все-таки. Вот, а возможно, будет поставлен вопрос о переиздании в виде двухтомника. Вот такое вот отношение, даже, я бы сказал, не редакции, а читателей. Ну, были реценции на нее еще. Это похвально. Вторая книга заканчивается Петром Первым, или его деятельностью, вернее говоря. Включает, да, Петра. Ага, а ожидается ли третья книга? Вообще, у меня есть замысел такой, я еще не говорил в редакции, но буду говорить. Это, значит, тоже в этом направлении из книг, потому что есть и другие книги, это будет называться от Екатерины Первой до Екатерины Второй. Тоже мифный факт. Интересный период. Вы знаете, я думаю, что этот период интересен, так сказать, в дамских моментах, в бальных. А с точки зрения таких переломных моментов, конечно, с теми событиями, которые, допустим, происходили в XVI веке, вот это смуты или раскол, или появление Петра там в конце его и так далее, они, конечно, гораздо более масштабны. Ну, вернемся к началу второй книги. Она начинается со смуты. Смутное время – начало. И это начало рассматриваются мифы, как я понял, предположительно мифы исторические, когда эта смута началась и так далее, и так далее. У каждого историка свое мнение, но можно ли это назвать, во-первых, мифом, во-вторых, смута, как я понимаю, это понятие такое эволюционное, если можно так сказать. Это не революция, которую можно как-то привязать к одному дню или даже часу. Залп Авроры, как известный миф. Смута, помутнение в мозгах, потом, естественно, в унитазах, как говорится, и что? Так ли важно, когда началась смута, или вот даже история с этим праздником, 4 ноября? Ну, с этим праздником 4 ноября вообще дело грустное. Судя по всему, его надо было создавать какую-то идеологию, вот новой России, идеологии никакой не было. Мы пытались склеить какую-то идеологию, значит, используя какую-то старую историю, бывшую до СССР, такие яркие события. Ну, вот что-то так лихорадочно. И главное, надо было выбить у населения привычку, отмечая 7 ноября. То есть, забыть о Советском Союзе. Подвинься КПРФ. В данном случае это так можно назвать. Ну, была такая песня, убедился. Ну, да, но главным делом даже не КПРФ, хотя она тогда, еще насколько можно вспомнить, в 96-м году была грозным соперником. Нет, 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 а, ну в 96-м, да, но праздник 4 ноября ведь был вот буквально несколько лет назад придуман. Ну, он был уже, все-таки где-то страх-то остался, такой остаточный страх. И потом вот что еще. Если, ну, скажем так, на того, чтобы пропаганда против Сталина, образа была огромной брошенной силой, и особенно делать-то бы мало чего нужно было, потому что еще с хрущевских времен, в общем-то, это было организовано, то против Октября и, соответственно, Ленина, кстати, так это надо включать, ведь еще не было такой вот массированной атаки до 90-х годов. Не было. Ну, потому что все клялись в верности Ленина, говорили, Сталин плохой, Ленин хороший. Да, да, да. Вот даже такой вот был поэт, он и есть, Тимур Кибиров, он очень неплохой, вот у него есть одно стихотворение, шутливое, там вот девушка такая говорит своей маме, «Мама, я Ленина люблю, маму, я за Ленина пойду», и так далее. А потом, значит, когда там восхваление Ленина идет, а заключается так, «А Сталина ненавижу и презиряй, как всякий порядочный человек». Вот, так что, понимаете, это было направлено уже на сей раз, удар был против революции, против идеи большевистов, против ленина стерей и эти с памяти. Ну, а неужели они не могли найти какой-то действительно реальный праздник, который проходил, допустим, в первые дни 10 ноября? Ничего не было толкового. И вот так показалось, что праздник патриотический, все-таки освободили Москву. Правда, немножко с датами поднапутали. Можно об этом поподробнее, чтобы было понятно? Да, ведь праздник празднуется 4 ноября. Да. Новый стиль, соответственно. Если говорить по старому стилю, это 22 октября. В это время, что было знаменательного? Москва еще не была очищена от поляков. Просто-напросто был захвачен Китай-город. Это важный момент, это центр. Но это не сам Кремль. В Кремле продолжали сидеть поляки. И продажные русские бояре. И предатели, русские бояре, в том числе, кстати, сидели Романовы вместе с будущим царем Михаилом. Он мальчик был, он, конечно, не был сам предатель, но его дядя-то, безусловно, был замаран в этом деле. Вот, они все сидели в том числе. Ну вот, короче говоря, еще капитуляции не было. Только через 4 дня после этого события. То есть, 8 ноября примерно так, да? Да, до 8 ноября была подписана капитуляция, но опять же, условия ее. И не этот день, однако, было освобождение от поляков, а еще на 6 дней позже. То есть, на 10 дней по сравнению с праздником государственным, получается, русские вошли в Кремль. То есть, 14 ноября? Да. По новому стилю, да? Давайте говорить о новом стиле, чтобы... Да, получается, 14 ноября. То есть, 4 ноября, оно важное, ну, просто этап, этап. Капитуляция подписана, 8, совсем плохой день, совпадает. И что-то не то, и как-то решили все-таки развести. Вот поэтому, получается... Ну, вообще, надо единственное, что заметить, что это не очень удачный праздник получился. С точки зрения, события, конечно, очень важные, но они сейчас, как говорится, души народа не задевают. Все-таки большой разрыв во времени. Это больше интересно уже историкам, людям, любящим историю, но сказать, что это какие-то сильные чувства, все-таки слишком далеко. Что подразумевается под смутой? Как она начинается, как она заканчивается? То есть, какие-то общие черты? И, разумеется, меня, как журналиста, интересует, как то Баба-Югу, связь с народом, меня интересует связь с современностью. Можно ли то, что сейчас происходит, назвать смутой? Ну, я там сейчас поговорю. Ну, насчет смуты. Вот, собственно, хочу показать свою книгу. Да, да, да. Все, начинается. Вот она там, картинка, она уже из времен Алексея Михайловича. И вот что же такое смута вообще в русском языке? Я взял просто из толкового в виде эпиграфа к этому части книги и словаря Даля. Полковый сладок, смут, недоброе дело. Она смутом по домам ходит. Смута, тревога, переполох, возмущение, восстание, мятеж, кровола, общее неповиновение, раздор между народом и властью. Вот это вроде нам подходит. Домашние ссоры, дрязги, перекоры, наушничество, наговоры и следствие их. Но переходят и по домам ходят, если иметь в виду, скажем, телевизионное вещание. И наговоры, и наушничество, и разрыв народа с властью. И все это вот, этот весь, Дальт Апрее писал, конечно, не о смуте, как историк. Он просто, как в народе, понимается смута, понятие само. А все остальное, русское ли это явление, да, разумеется, нет. Но у каждого народа, у каждого народа существует собственное определение. И поляков свои, так сказать, есть понятие, которые, так сказать, чисто польские, французов свои и так далее. Это, в общем-то, будем понимать, в нашем понимании смута со своими чисто русскими такими осмотрениями. Смута заслужила три периода истории в России. Это заслужила вот эта, собственно, сама смута, которая идет речь 17 века. А также две смута 20 века, наступившие после свержения монарха, я бы сказал, не с большевистской революции, а с того момента, как и Николай II отрекся в престолах. Ну, еще бы попытались демократию ввести в Россию. Да, и после этого гражданская война пошла, значит, после революции еще прибавить 4-5 лет. А потом подавление бендиотизма, ну, в общем, лет 7-8 она длилась, наверное. Конечно, меньше, чем первая смута. А и изничтожение НЭПа, а коллективизация? Ну, это уже не смута. Это уже направленная политика. И большой террор тоже не смута? Нет, это не смута. Это направленная политика, которая ставила определенные политические цели и так далее. А именно смута, если говорить о дезорганизации системы, как таковое, об ее разрушении, то вообще, что сама система, вот из позиции теории систем, то вот тут мы еще поговорим на эту тему. Но я хочу закончить коротко. И третья смута, всем общеизвестная, началась в конце правления Горбачева, вероятно, даже еще когда он был у власти, можно сказать, последние два года, можно положить смело, и длилась большую часть 90-х годов. Я не говорю о недовольствах, я не говорю сейчас о заговорах и так далее. Я говорю именно, когда распадаются структуры государственные и так далее. И вот тут, кстати, важно выделить два момента. Это с позиции уже теории системы. Это в книжке рассматривается. Значит, если взять с позиции теории системы, существует два понятия. Бывают кризисы системы, бывают катастрофы. Кризис – это когда система подвергается. Ну, а система динамическая имеется в виду. Система, которая... Ну, любая, и социальная система, и общество. Она должна быть динамической системой. Она должна не быть... Потому что система... Вот стол – это тоже система своего рода. Вот. И какой-то неподвижный предмет – тоже система. А речь идет о таких сложно-динамических системах, которые... Мы говорим об обществе. Давайте со столами не будем... Нет, общество есть сложно-динамическая система. Да, да, да. Государство тоже есть сложно-динамическая система, где балансы, контрбалансы и так далее. И все это уравновешивается, и система живет. Но иногда начинается возмущение внутри системы, либо к нему даже какие-то внешние события, ну, типа, допустим, для цивилизации человеческой, допустим, это какой-то крупный метеорит или взрыв. Или мировая закулиса. Да. Ну, то есть, по действиям или внешних, или внутренних сил система меняет путь движения. Можно ли так сказать? Это и есть кризис. Когда система распадается, это и есть катастрофа. Это я скирую вашу книгу. Это совершенно верно. Именно в этом различие катастрофы и кризиса. И вот кризис. Так вот, смута, как таковая, вот первая смута, 17 века, она все-таки относится к категории кризиса. Потому что Россия ее, это чуть не разрушилось, но все-таки выжила. И вдобавок после нее и правление, и те же самые бояре остались в той или иной мере. Ну, часть там погибла, но не важно. Сострой остался тот же. В 91-м допустим году. Тоже катастрофа. Вторая катастрофа. Распала система, но все эти люди остались, если в 17-м их активно уничтожали. Ну, дело не в людях. Люди это отдельные... Да, конечно, нет. Это может быть... Допустим, происходит большой террор, грубо говоря. Но, если при этом государство крепкое, это не кризис и не катастроф. Это совершенно из другой области. Мы сейчас говорим о теории систем. Мы говорим о том, система распадается, система в равновесии и так далее. Живет и прочее. Может быть, абсолютно бескровная катастрофа. Система как набор идеологен? Нет. Система это сочетание всего. Это сочетание политических моментов, экономических моментов, социальных и так далее. Когда в 17-м году это произошло, то распалась Российская империя. А. Был отменен социальный строй. Б. И форма правления В. То есть, все. В 90-м году то же самое. Распался империя СССР. Был отменен социалистический, экономический строй. И сменилась полностью система власти. То есть, в обоих случаях это были катастрофы. И на месте прежних систем возникали новые системы. А в 17-м веке это был кризис. То есть, тяжелая система заколебалась, чуть не разрушилась. Однако, выжила. И, в общем-то, все формы правления и экономика осталась примерно той же самой, экономической связи. Но в этом разница того, что было в 17-м веке, и того, что было в 20-м. То, что происходит сейчас в России, можно назвать смутой? Я думаю, что смуток, в общем-то, кончилось. Кончилось? Да. То есть, у нас твердое государственное правление, как бы оно ни называлось. Да, я считаю, достаточно твердое. Коррупциогенный фактор, который подтачивает изнутри кучок. Когда Россия была без коррупциогенных факторов, назовите в ней исторический период. Но, вроде бы, говорят, так, как сейчас никогда не воровали. Возможно. Хотя, если вспомнить период Российской империи перед революцией, а именно, как обогащались во время Первой мировой войны, и страшные дела, когда солдаты без патронов шли на фронт и без винтовок. Потом это к 17-м веке... Ну, это и в 41-м у нас было, по-моему. Ну, так это было и в Первой мировой войне тоже это имело место. И всякие там возникали дела очень скандальные, коррупционные и прочее. Ну, где-то к 17-му году только перестроиться промышленность удалась. И потом в России происходила такая вещь, как страшное сотоваривание. Ну, в Питере не хватало зерна, а в Сибири ломились буквально амбары и не могли поезда все вывезти. То есть, разрушение такой хозяйства. За этим уже стоит коррупция. Это безусловно. Ну, и вредительство, конечно, отчасти тоже, но в общем-то, коррупция. Нет, коррупции было очень много в России всегда. Ну, а Петр, как пытался бороться, безуспешно совершенно. Огромная протяженность империи играет ли роль? Опять же, в Вашей книге, мы говорим о книге «Мифы и факты русской истории», разумеется. Мне бы попалось такое понятие смуты с точки зрения географии, если угодно. Это очень интересный момент. То есть, получается, в одном месте была осмотра, в другом не было? Да, это очень интересный момент. Тогда ведь все разложилось, как бы, географически на три зоны. Был мятежный юг и юго-запад, был метущийся центр и был лояльный северо-восток. Ну, северо-восток, это там же небольшие деревушки, монастыри. Ну, как сказать, по Волжье это тоже северо-восток. По Волжье? Нижнее, верхнее по Волжье. Я имею в виду, уже тогда ведь понятие северо-восток, это было все к северо-востоку от Москвы. Это уже где-то, начиная с Герославля, скажем, это уже начинался с северо-восток. Вот. И на север. А тогда, кстати, север относительно был более заселен, потому что он вымирал позже. Вот. И Сибирь была тоже, хоть с редким населением, но достаточно богатая, тоже была всегда лояльна. И, кстати, послала даже на выручку Троицы Сергиевой Лавры целый отряд великолепных воинов из Сибири. Мужей от Бордах, как написано, во главе с Давидом Жеребцовым. А разве это из Сибири, а не из Москвы шел? Нет, нет. Это ведь освобождал, в итоге-то освободил Скопеншуйский, Троицко-Сергиевский, тогда не Лавра, а монастырь просто, или обитель. Лавра это позже назвали. Вот. И одержались они, конечно, но это отдельный разговор. Продолжение следует.